Новая страница в истории национального аэропорта Минск. Сегодня торжественно здесь открыли второй взлетно-посадочную полосу. Это станет шагом на пути развития транзитной привлекательности страны. Продолжение следует... Нашим специалистам при возведении подобных объектов за рубежом. Строительство второй взлетно-посадочной полосы – это развитие аэропорта как международного транзитного узла. Чем больше современных полос, оборудованных по последнему слову техники, тем больше самолетов мы сможем принять. Новая полоса длиной 3700 метров и шириной 60 метров рассчитана для воздушных судов любого типа. От самого крупного грузового, вроде Ан-225, до крупнейшего пассажирского лайнера типа Аэрбаз А380. Именно по прилете у гостей начинается знакомство с Белоруссией и складывается первое впечатление о стране. Когда мы приняли решение о строительстве взлетно-посадочной полосы, для меня это тоже новинка, безопасность прежде всего, многие-многие, я их называю специалисты, меня убеждали, что нам это не под силу. Мы это не сделаем. Мы никогда не строили этих полос, и надо иметь дело с мирового уровня фирмами, известными фирмами, которые приедут нам построить. Мы уже почти договорились, но когда мне принесли на подпись документы, и там значилась цифра аж за 600 миллионов долларов, я сказал, тогда не надо нам этой полоса. Но все-таки подумывал о том, что без этого не обойтись, что аэропорт – это лицо страны. Я пригласил тогда еще министра Сивака и сказал, полосу будешь строить ты. И вот тебе срок, она должна быть построена белорусскими специалистами. Но не может быть, чтобы мы построили столько десятков километров за сотню вторую кольцевую дорогу, технологии практически те же, ну слой может быть побольше, еще какие-то там конструктивные особенности, чтобы мы не могли построить, чтобы наши строители не могли это построить. Ну, он как человек исполнительный промолчал, голову согнул вниз и пошел строить. Сегодня мы имеем полосу. Не секрет, что я с этой полосы уже взлетал и ночью приземлялся и спросил у своего пилота, ну и что? Он говорит, я видел такие полосы только в Арабских Эмиратах. Значит, можем. И построили мы ее не за 600 миллионов, а примерно в три раза дешевле. Это величайшее наше достижение. Это говорит о том, что мы можем все. Только надо настроиться на то, чтобы это сделать. И мы это с вами сделали. Это не просто вторая дорога в нашу страну воздушная. Это продолжение модернизации этой территории. Вторая полоса введена в строй как раз накануне европейских игр, которые пройдут в июне. И встречать гостей будем обновленными. Сегодня национальный аэропорт принимает около 4,5 миллионов пассажиров в год. Поток растет. Введение в строй полосы, а также обновление аэровокзального комплекса, которое произошло к чемпионату мира по хоккею, позволит безболезненно встречать и большее количество людей. К 2021 году, когда модернизация завершится полностью, рассчитывают принимать ежегодно до 9 миллионов пассажиров. Президенту доложили о планах по организации железнодорожного сообщения столицы с аэропортом и индустриальным парком Великий Камень. Глава государства поручил сделать транспортное сообщение максимально удобным для людей и не затягивать с реконструкции первой взлетно-посадочной полосы.